здравствуйте это это вторая часть урока о том как нужно строить бинарные фазовые диаграммы для тройного сплава и в этом уроке мы разберемся с тем как коллекционировать выходные данные всех расчетов вас по то есть всех расчетов из первых принципов в первую очередь нам нужно определиться какой именно вид расчетов мы будем по кому именно расчету мы будем коллекционировать эту информацию то есть дальше мы будем с ней оперировать сейчас нужно ее собрать из этих excel файлов вы видите что это может быть спин поляризованные расчеты с кулоновский потенциал равным нулю а может быть могут быть расчеты в которых используется кулоновский потенциал но не используется спин поляризация не учитывается спин поляризация в этих архивах есть и те и те расчеты и очень важно во время коллекционирования этой информации не перепутать потому что если мы перепутаем хотя бы один то в дальнейшем вся таблица будет неправильная и буквально смещение одной из 16 условно линий может привести к ошибке к поиску которой нам придется приложить очень много времени и я подозреваю что я такую ошибку в построении предыдущих базовых диаграмм допустил но давайте начнем у нас железо 2 титан олова сплав и давайте попробуем давайте мы будем рассчитывать с элементами в которых были спин два спин поляризации но не было кулоновского потенциала то есть мы не будем брать информацию отсюда и у нас здесь для железа есть папки которые в которых непонятно что но это и понятно что нет у кулоновского потенциала непонятно если спин поляризации а проверяется это довольно просто мы открываем инкар открываем минкар и ищем спин но вот спин у нас равен двум моя память не подсказывает что это означает что спин поляризация включена но в связи с тем что это очень важный этап нашей деятельности то лучше проверить ну вот да спин один спин поляризации не используется аспира на 2 а спина равно 2 спин поляризации учитывается а тут у нас а спин равен двум значит мы можем брать информацию отсюда теперь давайте проверим пост кар ну железо железо 16 атомов это тоже важно конкретно давайте сразу здесь запишем то есть здесь у нас 16 атомов в элементарные ячейки далее нужны значение энергии ну да и вовсе не обязательно нужное значение энергии с оси кара ф и е0 друг от друга отличаются не сильно поэтому мы можем брать любой из них ну давайте возьмем е0 и и ставим посуда ну да минус 131 электрон вольт на 16 атомов принципе довольно разумная величина давайте перейдем это поближе и зачем нам нужно количество атомов из поскара а для того чтобы вот эту величину впоследствии разделить на количество атомов по скаре чтобы у нас получилось количество электронов чтобы энтельпия образования чтобы энтельпия кристаллического чистого железа у нас приходилось на атом то есть ясное дело что мы если мы будем использовать энтельпию для 16 атомов и будем ее сравнивать с двумя атомами железа и одним атомом олова то это несопоставимые величины и ясное дело что железо на цифрах будет выгоднее поэтому чтобы такого не происходило нужно все переводить формульные единицы и формульная единица для железа это просто железо если бы это был кислород то это было бы о2 и тогда из 16 мы бы поделили и на 16 на 8 далее найдем информацию для титана а спин ровен 2 берем информацию оттуда здесь ну и здесь также включенной спин но я не знаю какой из них должны использовать мы тут нужно сравнивать весь инкар к сожалению видео я это сделать не смогу и поэтому возьму один из них просто для демонстрации то есть я вам покажу принцип того как все это дело строится и после этого ну вот видите другое значение и после этого вы сами будете работать над коллекционированием данных пускай у нас один атом не обращайте внимание что здесь написано железо потому что под карри это у нас это хорошо доверимся этой папке потому что в этом инкаре у нас включена включена клоновская коррекция для титана титана то есть мы правильно сделали что взяли титан с той папки и полова инкар конус к взаимодействия клоновская коррекция отключена и сиф включен а нам нужны и спин здесь нет а спина значит ищем другую папку вероятнее всего эта папка конус к взаимодействие клоновская коррекция отключена я спин включен вот это как раз та папка откуда мы берем информацию о энтерпии образование кристаллического о здесь был поскаре у нас один атом на элементарную ячейку поэтому мы ни на что не делим вот проверили под карр точно это улова 1 1 просто напишем чтобы в будущем мы могли это легко исправить и вот такие у нас энтерпии для кристаллического отдельно железо для кристаллического титана и отдельно кристаллического улова мы имеем такие величины теперь то же самое делаем с бинарными фазами и то же самое делаем с тройными спалом то есть вот тройные сплавы и в итоге у нас получится вот такая большая таблица если посмотреть на эти значения то появляются сомнения правильно или здесь значение выбрал но это задача которую должны будете делать непосредственно вы и просто вы должны будете быть внимательны с этими цифрами теперь все то же самое давайте это выделим жирным чтобы было видно и это немножко подвинем чтобы не мешало получается что в в папке железо 2 олова мы также проверили инкар также записали энергии и также записали сколько атомов в элементарной ячейке но здесь 4 атома железо и 2 атома олова то есть в общем у нас получается 6 атомов но связи с тем что формуле единицы у нас железо 2 олова содержит 3 атома то мы делим это значение не на 6 а на 2 и то же самое здесь мы делим не 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 на 8 потому что здесь там условно 8 атомов а делим на 2 потому что здесь у нас в формуле единицы 4 атома и соответственно мы должны это значение поделить на 2 чтобы получить значение энтельпии для формульной единицы далее как уже было сказано нам нужно вычислить энтельпии энтельпии для железо 2 олова титар и энтельпии для конкурирующих фаз то есть единственное аж которая здесь есть это аж для железа 2 титан олова вот он и и вот здесь я его выделил зеленым в первый столбец мы записываем значение для формульной единицы то есть вот как раз мы энергию энтельпию делим на на определенную величину из поскара то есть здесь у нас 128 атомов в поскаре и мы делим на 32 для того чтобы получить энтельпию для 4 атомов 2 атомов железо титана и олова в этом сплаве а просто значение аж а в формулах в статье у нас используется дельта аж ну вот дельта аж а а что означает дельта аж дельта аж обозначает а насколько выгоднее а образоваться именно интересующему нас сплаву то есть а а мы мы уже записали а дельту для формульной единицы и здесь для того чтобы получить дельта аж мы должны из этого значения для формульной единицы из этого значения вычесть соответствующие значения конкурирующих единичных фаз то есть у нас есть а что если мы мы вот здесь проверяем выгоднее ли вообще образоваться этому сплаву или возможно лучше просто всем компонентам быть просто отдельными металлами отдельно железом отдельно титана и титана и отдельно оловом как раз здесь мы это проверяем и приводим в равенство стихиометрию то есть мы не можем вычислить 4 железа или просто железо потому что нам нужно соблюсти эти индексы то есть эти коэффициенты и поэтому мы именно железо умножаем на 2 вот раз там железо умножаем на 2 а титан олового у нас нет никаких индексов никаких коэффициентов поэтому мы просто их ну в скобочках сначала складываем а потом все это дело дружно учитаем из энтельпии образования железо 2 титанового и получаем относительно небольшую величину со знаком минус то есть если это со знаком минус значит именно здесь то есть значит железо 2 титан олового выгодно образовываться как сплаву гейслера далее все что не железо 2 титан олово мы будем обзывать буквой g и вычисление именно этого значения будет требовать некоторого времени но это бытовая довольно задача и здесь вы просто потратите много времени далее если вы помните уравнение из статьи а если не помните то я вам напомню вот мы должны составлять вот такие шесть семь системы уравнений и оттуда отбрасывать допустим если мы строим для железа и титана для железа и для титана то нам нужно каким-то образом отбрасывать олово то есть мы это как я уже сказал можем сделать ну допустим вот у нас будет химические потенциалы титана и химические потенциалы железа так наверное лучше нарисовать вот так здесь будет 0 минус какая-то величина допустим минус 3 и здесь минус 2 условно и у нас там будет треугольничек именно здесь у нас будет выгодно образовываться железу 2 титан олово далее мы будем строить линии допустим допустим там было железо 3 головы и как раз для этого у нас есть формула 6 и 7 то есть давайте я все это уберу отсюда и вот это это химический потенциал железа химический потенциал титана и химический потенциал олова складывая все это мы получаем дельта h интересующего нас сплава гейтсера именно того которое нам нужно дальше для примера возьмем ну кто у нас там первый железо 2 олова железо 2 олова мы будем строить в зависимости химического потенциала титана от химического потенциала железа то есть нам нужно избавляться от олова вот если бы это было железо 3 то это уравнение довольно легко решилось бы без всяких допущений но в связи с тем что у нас не 3 а 2 то просто вычитание вот здесь кстати меньше или равно g просто вычитание приведет к тому что у нас просто остается титан и и все никак варьировать по железу мы это не можем и как раз тут как раз таки тут мы полагаем что олова равно нулю то есть мы представляем что у нас вообще нет олова то есть как раз полагаем его равным нулю и здесь нам уже не обязательно вычитать так что у нас не будет пропадать железо но скажем давайте мы вместо минуса сделаем плюс тогда у нас знак не поменяется а будет создаться таким же а и дельта h плюс g это у меня плюс и здесь будет 4 железа плюс титан учитывая тот факт что мы можем что мы ищем химические потенциалы титана то у нас титан будет равно меньше и равно дельта h плюс g x минус ой это не x это это просто g то есть химический потенциал конкурирующей фазы минус 4 химических потенциала железа и и вот в итоге мы получим какую-то прямую вот у нас здесь и здесь выгодно образовываться железо 2 титанового интересующего нас сплава гейсера допустим у нас получится вот такая вот прямая крайне точнее это уже элемент третьего видео вот допустим у нас есть такая прямая здесь титан химический потенциал титана меньше или равно вот этому вот это и значение вот этого меньше или равно правой части то есть все что ниже все это теперь ограниченная нами площадь в которой выгодно образовываться сплава гейсера все что выше везде где выше уже образуется сплав гейсера не сплав гейсера а конкурирующая фаза как раз вот эта конкурирующая фаза образуется здесь анализующая нас сплав гейсера образуется здесь и так мы будем делать с каждым элементом то есть с каждой конкурирующей фазой будет такая линия такая линия если здесь вот будет знак меньше или равно то это снова будет все что ниже этой линии а если вот для этой линии знак будет больше то все что больше давайте вот все что больше уже будет как раз той площади которую мы ищем для нашего сплава гейсера дальнейшие детали я объясню в третьей части нашего урока а пока на этом все я не знаю что это это м не знаю оно Продолжение следует...